Сегодня один из никому неприметных старых астраханских арочных домиков стал центром внимания для настоящих любителей искусства. А все потому, что можно почувствовать жаркое дуновение астраханского ветра благодаря этой картине. Насыщенные краски будто небрежно выплеснули на холст, а рисунок принял обличие городских улиц самостоятельно. Настолько легкими и непринужденными кажутся картины на выставке «Городской блюз» в акварели. Но за каждым сюжетом стоит выверенная точность движения кисти художницы Анны Бединой. И вот здесь мы видим работу приема а-ля прима, когда художник берет сразу цвет, сразу набирает нужные пропорции и берет сразу то, что нужно по колориту. Так парки и улицы Астрахани, Санкт-Петербурга и Сочи художница Анна Бедина передает сочными зеленым, лиловым и разными оттенками голубого. На картинах не только памятники культурного наследия. Ежедневные сцены, которые ты наблюдаешь, пока ты идешь на работу или куда-то идешь гулять, ты наблюдаешь именно архитектурные пейзажи, архитектурные сцены, пейзажные. И поэтому они привлекают внимание и становятся частью твоей творческой деятельности, частью твоих сюжетов. Так остановка через палитру Анны Бединой становится космическим арт-объектом. Изображение городского цирка переносят в американские комедии 60-х, а пальмы у грузинского храма Симона Канонита больше напоминают африканские джунгли. Маршрут метафоричного путешествия сквозь пространство каждый из гостей выставки прокладывает по-своему. То есть она передала солнечную, можно сказать, Венецию нашу в Астрахани, будем так говорить. То есть художник может настолько красиво передать все закоулки города, что это будет смотреться красиво. Городской блюз в акварели – это не первая выставка художницы Анны Бединой. Она экспонировалась в Цейггаузе, Театре оперы и балета. Сейчас Анна Бедина обучает молодую школу астраханских акварелистов в детской художественной школе номер один. В этом году выиграла конкурс работ и отправится представлять российских художников в Италии на международном фестивале акварели. Для творческого вдохновения художнице достаточно выйти на улицы города и вне зависимости от погоды на картине появится солнце. Так художница видит этот мир. Анастасия Лонькина, Руслан Асанов, Центр новостей. Руслан Асанов.... Руслан Асанов и Руслан Грюкина. Руслан Асанов..